Он говорит, дай мне еще один опыт Вселенной, дай мне, чтобы меня так вставило, не по-детски, так, чтобы потом это уже никуда не уходило. Ответственность ваша, вам дается кусочек опыта. Вы его проживаете, достаточно сильно вы его проживаете. Все, пришли домой, его нету, больше ни на что не резонирует, возвращаемся в то состояние, достаем, потому что оно в нервной системе. А это самое сложное, ведь его нужно самому изнутри достать, это переживание, и начать его усиливать, усиливать, углублять, усиливать, углублять, усиливать, углублять, до тех пор, пока не начинается жар в теле, разные спецэффекты, то есть расслабление или еще что-то, от того, какой опыт вы генерируете. И вот здесь наша ответственность каждого игрока, Вселенная дает опыт, мы говорим, я хочу быть счастливым, дает опыт счастья. Вот у тебя есть опыт счастья, подарили тебе Феррари, круто, 5 секунд было счастья, развернулась здесь мама, ой, мама, это не моя машина. Вот эти 5 секунд, самые важные, здесь был опыт счастья. Вот этот опыт счастья, он обычно глубокий, когда вы просите какой-то опыт, этот опыт приходит глубоким, девушки, этот опыт приходит глубоким. И его просто нужно достать из нервной системы. Достать — это значит найти какие-нибудь картинки, что-либо, что резонирует, если просто так, возвращаясь в ту ситуацию, у вас не получается прочувствовать это до такой глубины. Потому что часто бывает, да, я вспоминаю, но уже не так ярко. А это значит, что нужно вниманием ещё глубже в себя уходить, в эти чувства и ощущения. Это не так, типа у меня был опыт, я жду следующего. Или вот у меня был опыт, я села, как-то подоставала это изнутри. Оно как-то не досталось, я жду снова следующего опыта. Как-то на меня это не резонирует. Это вот конкретный сброс ответственности. На меня это не резонирует или вот со мной этого не происходит. Уже больше со мной этого не происходит. Это как будто с вами эмоции и чувства происходят. Вы сами их из себя генерируете. Когда мы натыкаемся на зеркало, да, там полуостров, утро, грозовые тучи, чувства происходят внутри нас, потому что мы смотрим на это, у нас нет условий на то, что это фигня. Там нам нужно банковские счета заполнять, а это все фигня. Нет, этого условия нет, и поэтому мы можем наслаждаться этой красотой. Мы ею наслаждаемся. Мы сами выбираем наслаждаться этой красотой. И когда мы возвращаемся в быт, и все, смотришь, даже на картинки этого полуострова смотришь, а уже не вызывается такого кайфа, потому что вживую-то по-другому, телесно вживую по-другому. И наша ответственность научиться работать со своим телом, эмоциями, чувствами до такой степени, что когда ты вспоминаешь это, ты можешь усиливать и еще усиливать, и углублять, довести до той глубины, которая была в опыте, и потом углубить еще больше. Потому что вы сами решаете, что вам проживать, а что нет. Либо вы решаете сбросить ответственность и сказать, ну вот оно так произошло, так я проживала это вот здесь вот, а еще вот здесь вот, а еще вот тут. Ну может быть мне повезет, и я еще через годик это проживу, или хотя бы завтра, ну пожалуйста. Чего-то за выпрашивание милости у Вселенной. Она вам дает опыт. Теперь ваша ответственность генерировать этот опыт, ведь он у вас уже есть. Это насчет твоего вопроса в том моменте, что нужно туда возвращаться и доставать его, то есть снова и снова чувствовать, до тех пор усиливать. А ты можешь натыкаться просто на сопротивление внутреннее, где, например, есть какая-то боль, когда несправедливо с тобой поступили, и ты прожил эту глубинную благодарность, и поднялась сразу эта боль, и стала закрытая дверь. Ты стоишь перед закрытой дверью, я с другой стороны, например, описываю благодарность, ты говоришь, я что-то ничего не чувствую, я вижу в глазок, но ничего не слышу. Это потому что дверь стоит, где-то боль по несправедливости, и она не дает снова резонировать. Это просто сопротивление обычно, ну обычно. И это все нужно понимать внутри себя. А почему это сейчас я не чувствую радости? Вот у меня родился ребенок, я смотрю на него и ничего не чувствую. Я сталкивалась с такими женщинами, которые писали, и я ничего не чувствую, я смотрю на него и не чувствую, и меня это пугает. И дальше это все нужно изучать себя. Почему, почему в этот самый момент радости и нежности нет? Нужно сразу понимать себя, а не просто заставлять себя генерировать это чувство к ребенку, сейчас я тебя полюблю, сейчас и нежности тебе дам, еще килограмм, еще килограмм благодарности, что ты есть. Но не получится так. Потому что максимум либо истерика будет, либо очень сильная злость на ребенка, что стоит сопротивление, стоит какая-то боль. Поэтому я говорю, что это электрическая цепь, электрическая схема. Вы запускаете сильный какой-то опыт. Когда вы запускаете сильный опыт, то есть высокая интенсивность электричества, вы автоматом самые базовые сопротивления боли поднимаете. И если они выходят наружу, то здесь вы уже не можете снова этого ощутить. То есть это простой момент понимания. Вы генерируете, например, вот ту самую офигительную радость, а завтра начинаются проблемы, ссоры, конфликты, что-то мне больно, обидно. Вот радость уже работает. Она уже подняла в вас все, с чем нужно, что нужно понимать. Где нужно найти ядро, почему вы начинаете раздражаться, обижаться. Как у нас в детстве говорят, да? Слишком много будешь радоваться, потом будешь плакать. Отлично описывает механизм, великолепно. Потому что вот эти две платы, либо плата из боли, и тогда другой человек враг, либо из умиротворения, и тогда другой человек, это просто другой я. Так вот, если генерировать радость из боли, то, естественно, поднимается изнутри боль. Поэтому все, кто хотят увидеть свою боль, могут просто часами сидеть и генерировать радость. Такую именно. Офигеть! Ой, еще шарики, еще шарики. Представляете себе что угодно. Главное, чтобы вы чувствовали эту радость внутри, чтобы она вас заполняла так, что уже дышать тяжело. Электричество. Знаете, как при холотропке, уже пальцы покалывают от этой радости. Ну, то есть от того кислородного обмена, от эмоциональной насыщаемости. И сразу поднимется боль. У некоторых в течение нескольких часов в этот же день, у некоторых на следующий день. Но оно очень моментально поднимает все, что надо. Увидеть, если вы хотите это увидеть или почувствовать. То есть вы сразу сталкиваетесь с зеркалом. Или просто сидите и резко вспоминаете ситуацию какую-то и начинаете плакать. Это я о чем-то. А, и вот если радость выходит из умиротворения, вот тогда радуйтесь на здоровье хоть до усрачки. Честное слово. 24 часа в сутки. Вам только кайфово будет и еще кайфовее еще. И наркотический эффект распространяется по мере расширения вашего электромагнитного поля, то бишь ауры. 24 часа в сутки. Радостный человек. Вы представляете, заходит такой в маршрутку. Все остальные электризуются. По мере вхождения этого человека в маршрутку все говно вылезает на поверхность. Ну, а таких открытых людей просто сразу начинают переть рядом. Сразу смех, приколы там и все такое. Но мы говорили про благодарность. Сейчас я попью. Класс. Так вот, вот это вот чувство благодарности, которое было описано только что, до перерыва, да? За то, что есть. За то, что просто есть. Нужно найти в своей жизни такой момент, когда вы испытывали самое большое чувство благодарности. Вот самое-самое, айки вообще большое. Самое глубокое, самое такое бескорыстное, как только сможете у себя найти. Самое-самое бескорыстное чувство благодарности. Вам делают какую-то жопу, а вы благодарны, что ты человек вообще, вот спасибо, что ты хотя бы есть. Потому что твое существование дает мне огромнейшее счастье. Ну, влюбленность так работает. Есть человек, он просто существует. Вы только о нем думаете. У вас радость, счастье, огонь. Он не рядом с вами. Он где-нибудь на другом конце планеты. Влюбленность чем прикольно? Тем, что она… Это такая интенсивность электричества, просто невероятная. И вот где у вас есть ожидание, требования, все ваши дыры. Почему влюбленность обычно оканчивается дикой болью? Потому что это такая высота электричества, интенсивность, что она проходит такой, фух, молнией, и сразу все дыры раз и раскрылись. Вы такие… А-а-а, он меня не любит, он не приходит, он не звонит. И сразу скрючивает не по-детски. Для меня поэтому чувство влюбленности – это огромный супроверочный пункт. Способен ли человек испытывать влюбленность, ладно, к одному другому существу, и быть при этом счастливым? Влюбленность – это не в смысле, когда мне хочется подарить кому-то цветочки, конфетки и выразить мое чувство в материальном образе. Нет. Чувство влюбленности, да, оно может это включать, как побочный эффект, очень побочный эффект. Ну не будешь дарить цветы чуваку, который живет где-нибудь в Африке, я тебя увидела в ВКонтакте, ты такой невероятный, и цветами там по почте забрасывать, книжки посылать. Ну он на вас напишет какую-нибудь штуку, вас посадит. Чувство влюбленности, как и все остальные чувства, рождается внутри вас самих. Это такой резонанс, когда ты думаешь о человеке, или ты видишь человека, видишь его фотографию, вспоминаешь какую-либо встречу с ним, просто одно мгновение памяти, врубает невероятный огонь внутри. Невероятный огонь внутри. И никакой боли, никакой боли, потому что этот человек есть. Вот если бы его не было, «Боже мой, если бы его не было, моя жизнь была бы пуста без него». Это другая сторона дрыни кому-нибудь ненужности. Чувство влюбленности позволяет вам увидеть все свои такие глубинные ожидания. Ожидания к самому себе, потому что обычно на партнера мы ожидания к самим себе проецируем просто великолепно. Все сразу. Весь в список. Видишь, влюбился, все, на тебе уже весь мой список. Ты не соответствуешь. Что такое? Я не могу быть долго в тебя влюбленным, потому что ты не соответствуешь. Ну как так можно? Все, я начинаю страдать. То есть, ну нормально. Это было во мне чувство. Я налепила свои условия на человека и пошла страдать. И ты виноват. Ты что, не понимаешь? Не доходит. Чувство влюбленности, когда одного взгляда, одного момента памяти хватает, чтобы внутри рождался невероятный огонь, руки чешутся творить, создавать, писать, рисовать, не знаю, там, создавать фонды там, бедным детям, если много бы было. Да? Я о ней думаю, я ее увидел. Там замка фонды для бедных детей. Влюбленность, когда это сочетает в отношении к этому человеку не святой такой восторг. Нет, сексуальная энергия там отлично работает при этом. Поэтому не только вот это вот. Я восхищен вами, вашим образом, как в там в 18-19 веке. Влюбился. О, великолепная, там, луна ликая, большеглазая. Влюбленность, это огромнейшая интенсивность электричества раскрывает самые вот эти вот глубинные моменты, которые обычно закрыты в повседневной жизни. Красота, нежность и благодарность. Потому что, когда ты влюблен, ты во всем видишь красоту. Вот на что не смотришь, идешь с любимой девушкой и даже бомж прекрасен. И готов даже поэму поэту тебе написать на 20 листов, потому что рядом она. Сразу все прекрасно. Это огромная ловушка, потому что в эту влюбленность вы чувствуете к этому человеку и на него уже все пошло. Если ты, не дай бог, шаг вправо сделаешь, мой же прекрасный мир разрушится. Я же перестану видеть красоту, испытывать нежность, благодарность. Не уходи, пожалуйста. Я же тебя люблю. Что же нужно сделать? И начинается. Это чувство влюбленности находится внутри вас самих. Напоминаю еще раз. Вы хотите испытать влюбленность? А часто мне так нравится в книжках разных писателей или просто документальные исторические записи, ну не в смысле исторические, в общем, записи других людей, где они говорят, я всю жизнь прожил и так и не чувствовал, не испытывал этой влюбленности, вот такой, которая огонь изнутри, которая вот думаешь о человеке и всю жизнь, весь мир, и все равно мало. Вот весь мир к его ногам, и все равно это не выразить. Вот написать миллион стихов, кучу композиций сделать, и не выразить это чувство все равно, и оно неиссякаемо изнутри. И когда пишут такие романы о этой влюбленности, именно об этом качестве влюбленности, читаешь и плачешь. В жизни такого нету. А смысл жить, если нету того, что есть в книжке? Так у вас же внутри эта способность. Вы чувства генерируете, вы их соединяете, вы себя понимаете. Это вы влюбляетесь. Это не кто-то проходит, да, он проходит, и на него стоит самое меньшее количество условий на красоту, нежность и благодарность. И вы так оооо, куда ты идешь? Нет, 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 нет. Все, прошел мимо, а вот только что влюбилась, но он уже ушел. Вы способны влюбляться абсолютно в каждого человека каждый день, каждую минуту. Офигительное состояние. И вообще не подвластное видимо нормальному пониманию. Ну потому что когда я об этом говорю, на меня так смотрят, я объясняю, не в смысле мне люди нравятся, но мне они нравятся хорошо, да, я их люблю, я чувствую к ним нежность, благодарность, убиротворение, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это уже бытовой уровень. Но имеется в виду влюбленность, когда ты смотришь на каждого отдельного человека, его хочется нарисовать, о нем хочется написать, и это все равно будет мало, чтобы это выразить, а вас все миллиарды, с ума сойти можно. Поэтому, то есть, например, мой опыт жизни показывает, что когда я телесно пришла к целостности, у меня открылась великолепная способность быть влюбленным в каждого человека. Это полная шиза, потому что творчества просто дофига. то есть, если ты когда в одного человека влюблен, ты утром о нем думаешь, и весь день у тебя мотор работает, а тут 7 миллиардов, ты открываешь контакт, как при этом жить можно? Поэтому, если вы стремитесь к целостности, будьте готовы к тому, что эмоции и чувства начнут из вас просто фонтаном идти, когда у вас умиротворение пропитает все ваше тело. Потому что вот это вот умиротворение и спокойствие это базовое состояние, просто нормальное и естественное базовое состояние. Это не значит, что вы заходите в магазин, здравствуйте, дайте мне йогурт, спасибо, вы такой прекрасный. А можно мне пачку сигарет и пачку презервативов, пожалуйста? Вы великолепны. Спасибо еще раз. Это умиротворение, то, чего мы лишаемся, когда начинаем предавать себя, чтобы тебе сделать, чтобы ты со мной остался. Каким мне нужно быть, чтобы ты снова покупала мне йогурты. То есть, когда мы начинаем себя предавать и говорим, что мне нужно, то есть, что мне нужно в себе изменить, что мне нужно сделать с собой так, чтобы ты был счастлив. Вот проблема с эмоциональной ответственностью, потому что вообще-то человек может быть счастлив сам изнутри. почему вам нужно корежить себя, делать то, что вам не нравится, для того, чтобы другой человек был счастлив. Но это же его ответственность быть счастливым. Но это понимается только тогда, когда вы сами внутри находите это счастье, генерируете, ходите, как ненормальный мим с бабочками. На вас все смотрят такими глазами, пишут в ВКонтакте всякую фигню. И вы понимаете, когда другой человек подходит и говорит, сделай меня счастливым, я хочу, чтобы ты была моим счастьем, моим смыслом жизни. Я говорю, иди, ты знаешь куда. Потому что у этого человека есть его чувства, его внутренний мир, он может чувствовать себя счастливым. Для чего ему я для этого? Насколько там огромная дыра, что для того, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно я, чтобы была рядом. Так дерево можно, вот, кусок, фотографию поставил, вот, счастлив. Ну так это тоже наркотик. Чей-то мобильный. Так вот, влюбленность, чувство влюбленности, оно реально помогает. Чей-то мобильный гудит. Оно реально помогает прочувствовать это состояние благодарности за то, что ты просто есть. Вот та влюбленность, которая там пару секунд, она происходит, а потом начинаются дыры ожиданий и сразу поднимаются наружу. Вот те моменты, когда вы думаете о человеке, и ваше сердце пылает, когда вы на месте и усидеть не можете, когда вы думаете, там, не знаю, приехать к нему средь бела дня, там, чтобы такого сделать ради него. Но тут факт очень важный в том, что если этот человек уйдет, если он исчезнет, если он умрет, ваше состояние не изменится, потому что он был, есть и будет. Будет он в вашей памяти, он был в вашей жизни, он присутствует в вашей памяти и в вашей жизни таким образом. Вот это вот самое чувство благодарности при практике, когда вы работаете со своим телом, необходимо в первую очередь направлять в дискомфортные чувства, там, в боль, в обиду. Ну, что у вас там поднимается в раздражение, чтобы понять. Благодарность – это просто ключик, чтобы открыть дверь, но еще вы не заходите. Потому что обычно внутри есть сопротивление. Мы так запускаем свое тело, то есть не в смысле мы не моемся. В смысле того, что мы прекращаем его слышать, оно понимает, что мы не хотим его слышать и что если у нас и есть внутренний посыл его понять, то обычно он с таким корыстным уклоном «Давай, ты станешь хорошим, наконец-то я смогу пойти туда и сделать вот то-то». Поэтому тело делает сопротивление. Закрывает дверь и говорит «Нет, тут ничего, иди дальше, мальчик». Хочешь с корыстным? С корыстным вот туда, к зеркалу. Поймешь что-то – приходи снова. И это чувство благодарности за то, что сопротивление просто есть, то есть за то, что дверь существует. Окей. «Спасибо, что ты есть, великая дверь, за которую я ни хера не чувствую». Когда у вас получится проживать эту благодарность за то, что просто эта дверь существует, она показывает вам, что вы еще не все понимаете внутри себя самих, что у вас все еще есть корыстные цели. Потому что, когда вы искренне приходите к своему подсознанию и можете просто себе сказать «Я боюсь, я не знаю, что делать, я полностью потерялась». Вы себе это говорите, своему телу говорите. Очень важно разговаривать вслух со своим телом. Тело, как маленький ребенок, правильно? Мама разговаривает же вслух с маленьким ребенком. Или она так? Она же говорит с ним вслух, даже когда ребенок в животе, мама вслух с ним разговаривает. Она ему сказки читает, она музыку ставит. Так вот, ваше тело ничем от ребенка не отличается. Вы со собой разговариваете вслух. Вслух дома, в туалете, когда вас никто не видит поначалу, да? Вы говорите с собой просто вслух. «Я запуталась, я не знаю, что делать, а ты еще сопротивляешься, да? Вот видишь, я не знаю, что делать». То есть обычно за такое сажают в психушку, когда слышат, это из туалета, да? Но невероятно важно быть искренним с самим собой, искренним. То есть вам страшно? Говорите себе, «Я боюсь, я собоцутся от страха, я не знаю, что делать, туалет далеко. Может, мы наладим как-то взаимоотношения?» И опять, бац, корыстные моменты. «Давай наладим, потому что я пописать не хочу усыкаться на улице, давай потерпим, а ты сопротивление, двери закрываешь, ну что такое?» И снова начинаются претензии к телу. Опять претензии к телу. А найти такой момент, чтобы разговаривать с телом, это как сложно бывает матерям или особенно папам, наверное, разговаривать с маленьким, пятилетним мальчиком на уровне. Не в смысле «Ой, ты маленький, нифига не понимаешь, поверьте мне, он чувствует и понимает больше, чем вы». А в смысле того, что вы два равных существа с разным опытом. «Да, хорошо, папе 45, он такую жопу себе создал, ответственность бросил, он тебе сейчас скажет, что нужно делать». Разный же опыт, разная осознанность и способность разговаривать с ребенком на равных не из того, кто больше прожил, у кого больше седых волос, у кого больше лет, и кто реально работает и зарабатывает, и вкалывает, и устает, и не знает, как расслабиться. А в смысле того, что вот так же со своим телом нужно научиться его воспринимать равным, потому что реально часто у тела больше достоинства, чем у нас, когда мы себя осознаем. А потому что, «А кто я? Ну кто я? Ну ладно, это тело, это мир, а я-то кто? Какое достоинство у того, кем я себя даже не знаю? Так, жарко». И вот эта способность воспринимать свое тело пятилетним ребенком, и вы думаете, «Я все знаю, я все в курсах, я начиталась книжек, я видеокурс смотрела, я ездила на...» Отлично, вы таскали с собой на все эти семинары ваше тело, ваше тело и так все это знает. Это до вас не доходит снова и снова. Вам остается только внутрь тела посмотреть. И снова возвращаемся к благодарности. Потому что натыкаетесь вы на сопротивление свое, не чувствуете чего-то, не понимаете, не хотите чего-то. Что-то вот происходит с телом, да? Оно хочет пойти домой? Нужно спросить, «Ты чего хочешь пойти домой?» Как маленький ребенок развернулся и пошел. Мама его спрашивает, «Ты куда пошел? Ты чего туда пошел?» Так ребенок хотя бы ответит, «Мама, иди, ты знаешь куда?» Задолбала уже. Да хоть какой-то ответ будет. А она, «Что?» «Ты скажи, куда ты пошел?» «Хоть скажи маме, куда ты пошел?» «Мама будет спокойно спать ночью». Поэтому все время нужно интересоваться у своего тела. А почему оно хочет именно этого, а не хочет того, чего хотите вы? Почему оно делает именно это, а не вот это? Мне понравился тот твой рассказ, когда ты в туалет хотел и шел через рядом с теремком. Можешь рассказать? Очень прикольный момент того, что тело отлично работает, а мы вообще в ауте. Я был у Наташи в ее гостинице и вышел, когда на улицу уже вот буквально прошел одну минуту от гостиницы и очень захотелось в туалет по-маленькому. Прям очень захотелось. Думаю, ну ладно, ну потерпим, давай уже до дома, до дома на Большевиках ехать 40 минут. Ну давай, потерпим, ну давай. А Наташа на Петроградке уже. Потерпим, ну такой, ну ладно, чуть-чуть успокоилась, можно идти нормально хоть. Я иду, иду, ну то есть там ощущается, что я хочу в туалет, но не так резко, сильно, как было. Вот, а потом иду, иду, такой спокойно и опять как резко захотелось, прям очень надо. Я думаю, да что ж такое? Оглядываюсь, а здесь теремок стоит. Ну теремок, в смысле, блинное. Я такой, все, пошел, туалет. Ну там же туалет, спокойно можно зайти, все, пописывал, дальше пошел. Прям очень в тот момент, когда я проходил напротив стеренка, резко захотелось висеть. Типа пошли, вот здесь можно сходить. Да. Вот, и видите, отлично тело работает. Это не такая шиза, типа если я своему телу все разрешу, оно же пойдет и убежит от меня. И вообще всякую хрень начнет делать. Ну это немного, это такое, это опять называется, смотрим на ребенка и думаем, если я прекращу его бить и перекращу от него требовать, прекращу говорить ему, что ему нужно делать, он же сам не додумается, что ему нужно делать то, что я хочу. Но в этом обычно все заключается. Другие люди не делают то, что мы хотим. А зачем эти претензии к другим людям? Их он куча к себе. Мы сами не делаем то, что мы хотим. А можно вам этот вопрос по поводу вчерашнего? Все-таки, вот я как-то недопоняла в плане вот этой истории, что тело не хочет купаться. Мы идем домой, значит, мы пытаемся понять, почему тело боится. И когда мы понимаем, например, ситуацию первую, когда уронили ребенка в воду. А вот сейчас можно будет с Маратом как раз и с благодарностью показать. А что в итоге-то? В итоге это проходит, этот страх, и мы идем купаться вместе с радостью? В итоге должен пройти страх, но не силой, а в смысле того, что тело постепенно раскрывает тебе, чего оно боится. И ты... Сейчас можно вот, если хочешь... Да, про пошли в воду, а ну иди, ты знаешь куда. Вот, короче, да, мы вчера так говорили, я тащу тебя в воду, а у меня рука болит. Ну, я типа осознанная, и поэтому я так делаю. Что происходит? Что происходит? Не страшно. Я в этот момент даю телу много нежности. То есть первое, как вот у маленького ребенка, знаете, когда он просыпается ночью в кошмарах, что делает мама в первую очередь? Она подбегает, обнимает и говорит, я с тобой, все хорошо, не волнуйся, я с тобой. Это невероятно важная фраза, которая необходима с нежностью говорить своему телу, потому что вы как сознание часто улетаете из своего тела, то ночью, то астральные, то осознанные сновидения, то еще какая-нибудь хрень с наркотиками или грибами. Вы все время норовите улизнуть из своего тела. И она говорит, ну, она не уверена, что вы вообще хотите в нем быть, понимаете? И самый первый момент, когда вы испытываете панику, страх, еще какую-нибудь фишку, просто много нежностей и успокаиваете его. Все хорошо, я с тобой, я никуда не ухожу, все хорошо. Таким образом, тело расслабляется, оно может вас услышать. Вот сейчас, в эти две минуты вы с ним, в эти пять минут вы с ним, не факт, что вы будете дальше работать, но сейчас, в этом мгновении, вы с ним. Таким образом, вы можете себя успокоить, вы же тандем, правильно? Вы партнеры, вы как одно целое, вы реально одно целое, но пока до вас обоих дойдет, это тяжело. И поэтому тело нервничает, обычно как себя, все хорошо, все хорошо. Ну я так делаю, говорю, я с тобой, все нормально, не нервничай, я с тобой, я глажу не только руки, я глажу и ноги, живот, ягодицы, страшные места. И гладят только другие люди, не мы сами. А если мы сами, то только целлюлитный, антицеллюлитный массаж. И нужно просто успокаивать тело, вы говорите, все нормально, все хорошо, не паникуй, я с тобой, что происходит? Что происходит? Все хорошо, ты можешь расслабиться, я никуда не ухожу. Есть вселенная, ты в безопасности, все нормально, что происходит? Много нежности, много нежности вы даете своему телу, для того, чтобы и говорить его, уведомляете его, что сейчас в эти 5-10 минут вы никуда не собираетесь уходить, когда он нервничает. Потому что это как маленький ребенок, у него приснился кошмар, нужно, чтобы мама сколько? полчаса, даже заснула вместе с ним рядом, пока ребенок не успокоится, правильно? Тогда ребенок, он чувствует, мама рядом, мама никуда не уходит, все нормально, я могу расслабиться и заснуть. А если мама пришла на 5 минут, потом вышла и говорит, должен сам уметь засыпать, понял? И выключила свет. И у ребенка что? И у ребенка просто неврозы начинаются потом. Выключаешь резко свет? Верблюды зомби на стену. Да, верблюды зомби на стену. Там не только такое еще привидится. И ребенок что, выключает резко свет, и он в любом месте начинает хотеть писать? Или боится? Сжимается автоматом. С телом точно так же. Вы не отходите от него далеко, да? Вы как сознание, не норовите из него выпрыгнуть, когда вам, когда телу страшно. И вот вы спрашиваете, вот вы говорите, все нормально, я с тобой. Все хорошо, я с тобой. И много нежности. На самом деле нежности, как маленькому ребенку. Вы просто аккуратно, нежно гладите. Не возюкаете руку вот по руке. Все хорошо, я с тобой. Ты что, не в курсах? Все хорошо. Да, не вот так вот. А именно, вы знаете, это самая нежность, когда вот вы влюбляетесь, и вас аккуратно гладят по щеке. Это такой кайф. Кайф, вечность сразу, и просветление, и единство. Все наступает в один момент. Вот с таким же ощущением. У нас у всех есть эти опыты в жизни, вы понимаете? Мы просто ними не пользуемся. Мы думаем, что опыты с нами происходят, поэтому нужно их еще подождать, когда следующее зеркало придет, и я снова почувствую это. Ой, кайф, ой, единство. Можно меня еще раз по щеке? Нет, не так. Мы получаем опыты, но их потом нужно поднимать, генерировать, укреплять в теле, и тогда эти опыты, они пропитывают вашу бытовую жизнь, и ваша жизнь становится вот этим самым моментом. Вы изменяетесь, голос изменяется, взгляд, слова. Вы становитесь полностью другим человеком. И вот я спрашиваю, что происходит? Что происходит? Что с нами? Очень важно, что с нами происходит? Мы вместе, мы партнеры. Что с нами происходит? Чего ты боишься сейчас? Я боюсь, что я умру. Вот. Тут у сознания обычно начинается паника. Я тоже боюсь. Я тоже боюсь. Ты что такое мне говоришь? Да ну иди ты. А нельзя уходить из тела? Оно же боится. Да, то есть маленький ребенок маме говорит. Она говорит, ты чего боишься? Я увидел, что я тебя убиваю. Ты умрешь. Я увидел тебя на костре. Ну какая мамина реакция должна быть? Объясните мне. Мой ребенок шизоид. Первая мысль в голове. Так вот, если вы уважаете свое тело или если вы уважаете своего ребенка, вы понимаете, что у него кошмар, а не он шизоид. И тогда снова, вот вы не знаете, что сказать, тело говорит, я боюсь умереть. И вы снова говорите, я сейчас с тобой. Сейчас никто не собирается умирать. Есть вода. Есть ты. Есть я. Есть вселенная. И вы все время, видите, я все время, ну кто вот не видит, я все время его успокаивающе глажу. То есть, пока вы разговариваете с телом, вы его успокаивающе гладите. Один очень важный момент. Если вы будете это делать только тогда, когда вам припрет, жопно или херово, это значит, что тело будет проецировать жопу и всякую хрень только для того, чтобы его погладили. И вы очень быстро приучитесь себя для того, потому что ваша жизнь наполнится фишкой такой, зато вы наконец-то будете чувствовать нежность и благодарность. Вот это запоминаем, потому что это очень важный момент. Потому в таком моменте, по сути, нужно пребывать постоянно. В этом вся суть, чтобы быт стал нежностью, мировотворением, благодарностью, влюбленностью, в кирпичики, в кирпичики, в людей, в людей, в людей, в кирпичики, в кирпичики. Но это шута кирпичики. Что там в кирпичиках? Оду кирпичикам не напишешь. Хотя можно. И вот вы успокаиваете себя дальше. И ты говоришь, еще раз повтори, потому что я очень испугалась, когда ты это сказал. Я боюсь, что я умру. Я тоже боюсь, что ты умрешь. И что нам теперь делать? Вот я, например, не знаю, вот я реально не знаю. Я говорю, я не знаю, что делать. Ты говоришь мне, что ты боишься умереть. Я не знаю, что делать. Тогда тело резко тянет вас на сайт Натальи Северской, где написано, ключ это благодарность к пониманию себя. И вы начинаете читать. В этот момент, когда тело боится умереть, вы же вместе с ним испытываете этот страх. Потому что оно вам, это не вашими губами говорит, я боюсь умереть. Нет. Вы сразу начинаете испытывать панический страх смерти. И здесь вам нужно дойти мозгами, что вот сейчас то, что вы испытываете, это вам тело отвечает вообще-то. А не так просто. Ой, что-то мне херово, пойдет влекусь. И вот к этому страху смерти вот ту самую благодарность за то, что этот страх смерти существует. Самая бывает сложная фишка. Это страх смерти, это нечто, что вас пугает. Но именно в это состояние необходимо генерировать ту самую благодарность за то, что вот это, то, что вас пугает, то, что вам непонятно, существует. Потому что без этого пазла вам кажется, что игра будет лучше, но вы не видите шире. Без этого пазла все будет по-другому, все будет не так интересно, не так ярко. Ну вот, представляете, да? А этот пазл, это страх смерти, это огромная вещь. Она позволяет, адреналин испытывай, да? Ходишь там по краю, машина проехала, и сразу цвета ярче, сразу эмоции чище, сразу начинаешь ценить жизнь. Страх смерти очень хорошая вещь такая. Поэтому вы генерируете чувство этой благодарности за то, что этот страх смерти существует в вашем теле. Вот это чувство есть, вот оно у вас есть. Да, можно генерировать страх смерти точно так же. Вы любое состояние можете генерировать. Бывает, это тело покажет вам страх, кстати, спасибо, тело покажет вам страх, а потом снизит его. И вы говорите, а куда мне благодарность-то генерировать, ты что сделал-то? И поэтому снова, вы разговариваете с телом, говорите, а ну подними еще раз. И начинаете реально этот страх смерти генерировать, ощущать его в каждой клеточке тела. Вот он так смачно. Ну это для практиков, да? Вот он страх смерти. И вот это ощущение в теле у вас уже есть, оно поднимается изнутри как страх, как неизбежность. Его не нужно как бы снова и снова и снова. Стоит вспомнить ситуацию, да? Этот страх поднимается. И вот сюда нужно, вот как мед пропитывает черный хлеб. Благодарность, она пропитывает это чувство страха. Пропитывает. То есть у вас уже оно есть в теле. Все, что вам нужно, это начать испытывать благодарность к этому чувству, которое уже пропитывает тело. И тогда эта благодарность насыщает это чувство страха. Насыщает чувство страха. Это так же самое, как у вас и темный тоннель. Вы включаете фонарик. Вы пока только включили фонарик, вы туда не пошли. Вы только включаете фонарик, и вы начинаете видеть. То есть вот я испытываю чувство благодарности за то, что этот страх просто есть в моём теле. И тогда тело раскрывает мне либо ситуацию, почему оно боится. Но обычно она раскрывает ситуацию. То есть вы погружаетесь в страх, и там дальше идёт боль. Но может пойти, например, перенапряжение какое-то ещё сильнее, или агрессия, типа я не хочу туда идти. Вот сделай, например, я генерирую благодарность тебе за то, что есть просто чувство страха, за то, что ты есть как тело, а ты не хочешь туда идти. Так ты же не хочешь. Нет, ты не хочешь. Ты видишь, что я не готова полностью туда пойти. То есть я генерирую благодарность, чтобы нам полегчало. Тело видит, что у меня не хватает смелости и отваги реально погрузиться в эту боль, чтобы её понять, чтобы она исцелилась. У меня хватает благодарности только для того, чтобы наполнить страх, и чтобы снова всё стало хорошо. Когда тело это видит, у вас будет образовываться при вашем генерировании благодарности агрессия изнутри. Тело показывает, я вижу, что ты сейчас неискренен, даже с самим собой, не то, что со мной. И вот я думаю, ну вот сейчас я погенерирую, там написано, и всё станет на свои места. И такая, ну-у-у-у-у, агрессия. Я чувствую раздражение такое. Ух, ё-моё! Что происходит? Что происходит? Я тебя спрашиваю, что происходит? Это чего? Я же не понимаю, что это такое за реакция. Что это такое? Я не понимаю, я же генерирую благодарность к тебе. И тогда обычно тело поднимает вам какую-нибудь ситуацию, воспоминания в голове, или Вселенная подгоняет какой-нибудь кусок фильма, да, у вас там телевизор болтает, или контакт открытый, и вам скидывают сообщение, и там видеозапись. Как один человек, типа, под добрыми намерениями, хочет получить всё-таки своё. Тут до вас доходит. Ну или тело воспоминания какое-нибудь даёт, где вот точно так же вас использовали, или кто-то кого-то. И вы понимаете, что типа, да, в общем-то, сейчас я хочу просто, чтобы телу стало хорошо. Я не хочу копать глубже. То есть тело вам показывает, что оно видит. Вы не расположены идти глубоко и решить это, понять это, почувствовать, наполнить нежностью и благодарностью. Вы не готовы. И оно говорит, отойди, не готовите глубже, не приближайся. Так, это чего? У нас агрессия, да? Да. Показывай мне агрессию. Нет. Потом я, да. Потом я прошу, например, своё тело, покажи мне что-то такое. Почему агрессия? Я не понимаю, почему агрессия. Там три шага в подсознании. Вот уже всё сложно начинается, видите? Тело показывает вам какой-то момент, или вы видите этот момент где-нибудь снаружи, и вы резко понимаете, вы не хотите реально идти в боль. И тогда здесь, вот в этом моменте, вам нужно решить. Либо набираете смелости, берёте себе временной отрезок, садитесь сами с собой и начинаете идти внутрь. Либо, если не хотите, тогда всё, что у вас остаётся, это корыстное ощущение к своему телу. Да успокойся уже, потому что мне нужно идти вот туда. Успокойся уже. У меня нет времени, чтобы тебе посвящать столько внимания. Сейчас мне нужно сделать это, 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 это и вот это. Ты понимаешь, мне сейчас твой страх ни к чему, ни к месту. И тело что делает? Оно успокаивается. Оно реально успокаивается. Как маленький ребёнок, когда мама на него орёт, что ты ко мне со своими проблемами пришёл, да? Мне нужно сделать это, нужно сделать вот то, а ещё вот это. А сейчас ещё гости придут. Иди в свою комнату и займись чем-нибудь. И ребёнок что делает? Он же не берёт кирпич, не даёт маме по голове и говорит, ты что, не понимаешь, мне плохо? Нет. Он что делает? Сгибается, разворачивается, испытывает никому ненужность и идёт в свою комнату. Так же само тело испытывает. Никому ненужность. Сознанию я не нужна. Я ему сейчас не к месту. Понимаете? Мы тут с ним вместе играем, воплощаемся. Я сейчас вот не к месту, а этих сейчас не к месту у занятых бизнес-людей обычно очень много, правильно? И даже у бытовых работяг ещё больше. И вот если вы решаете, что вы сейчас готовы углубиться внутрь в боль, когда вы это решаете, ваше тело это автоматом чувствует. Но вы же одно. И агрессия стухает. И тогда вы снова начинаете себя гладить. То есть вот я решила, да, я хочу углубиться в боль, чтобы понять, почему ты боишься. Не для того, чтобы просто сейчас стало хорошо, а чтобы ты чувствовала себя лучше. И мы снова приятная, счастливая пара. И я снова начинаю тело гладить с нежностью. Нежность это такая штука, я отдельно о ней ещё буду говорить, как про благодарность. Она пропитывает все двери. Она пропитывает и идёт сквозь все двери. Благодарность открывает дверь. То есть вам нужно реально осознавать, что вы испытываете благодарность за то, что это просто существует. Тогда дверь открывается, но вам ещё нужно решить войти в эту дверь. То есть вы понимаете, я боюсь вот этого. Но тут нужно решить, готовы ли вы войти в эту дверь, чтобы дойти до конца. А не просто, я генерирую благодарность, а что-то ничего не исцеляется. Почему-то твоя техника не работает. Потому что вы только открываете дверь этим чувством благодарности. Вы можете так открыть много дверей, и будет фонить из разных ваших мест, и будет еще больше раздражения. Да, а оно будет хлопать и открываться. И поэтому просто генерировать благодарность, это если вы хотите почувствовать себя лучше, но если вы работаете, доходите до боли и понимаете, исцеляете эту боль. А ее очень отлично исцеляет именно чувство благодарности за то, что эта боль есть, если вы не понимаете вообще, что там происходит, и просто бывает, тупо идет боль. Я сталкивалась так вот в работе, тупо идет боль, человек говорит, я не понимаю, и плачет. Я не понимаю, что происходит, и плачет, истерика. Именно поэтому до того, как вы начинаете работать со своим телом по благодарности, и научитесь это чувство благодарности за то, что что-то просто существует, за то, что ваше тело просто есть перед зеркалом, чтобы вы могли это чувство поднять в любой момент, и чтобы оно было достаточно глубокое, потому что состояние боли, оно как огромнейший шторм вас просто снесет и накроет. И если у нас даже генерировать благодарность смысла не будет, оно смывает всю мотивацию, все до этого намерения, да, я дойду до конца, все смывает. Вам уже хочется только выбежать из этой комнаты, закрыть плотно дверь и больше никогда туда не возвращаться. Поэтому это чувство благодарности необходимо вначале, хотя бы пару дней до этого, научиться чувствовать очень глубоко, в любой момент, в лифте, на работе, когда вам грубят. Включайте телевизор, что-то, что вам очень не нравится, какое-нибудь насилие, да, и генерируйте благодарность, дом 2, да, 3, сколько там их уже, и генерируйте благодарность не к телеку, не к насилию на телевизоре. Насилие, например, включаете, а стой здесь еще, включаете там, не знаю, кто-то кого-то бьет капитально, но обычно это вызывает, да, но я такой не смотрю, зачем я буду такое смотреть. У некоторых это новости. Это и есть та боль, которая будет, когда вы зайдете в комнату. Это огромнейший отвлекающий фактор. Что захочется сделать с новостями или с насилием? Выключить. Боль тоже захочется закрыть. И все, что вы делаете вначале, перед тем, как вы реально погружаетесь в свое тело, вы репетируете с телевизором. Не знаю, фотографии насилия сделаете. Приходите в фотоателье. Можете предупредить, это для практики. Да, это для практики. Проработка навыков. Проработка навыков точно. И вам захочется это убрать, и вам захочется закрыть боль. Вам захочется уйти из этого состояния. Именно поэтому оставляйте телевизор, оставляйте картинки. Все, что вам неприятно, все, что вы не переносите, все, чего вам больно внутри. И генерируйте благоданность к своему телу. За то, что оно просто есть. За то, что оно просто есть. И смотрите на эти картинки, смотрите на телевизор, смотрите на это насилие. Потому что так же самое, когда вы войдете внутрь своей боли. Вы будете лицом к лицу, вы будете полностью в этой боли, и если у вас нету навыка, смотря на эту боль, генерировать чувство благодарности к своему телу, вы либо полностью закроете двери, и на несколько лет больше туда не зайдете, потому что там обычно очень больно. Либо просто сломаетесь изнутри. Именно поэтому нервная система обычно вас отлично ограждает. Если она видит, что вы не понимаете, куда вы идете, если она видит, что вы не готовы, вам резко захочется и спать, и есть, и потрахаться, и еще чего-нибудь. И не один раз. Только чтобы вы туда не шли. Поэтому, когда вы реально готовы, когда вы реально осознаете, что там будет, когда вы прорабатываете навыки, то есть вы показываете буквально работодателю, что вы практикуете, чтобы прийти на работу не просто прохлаждаться, а реально создавать вещи. Так и здесь, когда ваше тело видит, что вы практикуете, вы нарабатываете этот навык для того, чтобы пойти в боль, этих сопротивлений будет больше, чем в 80% меньше. Потому что тело уже видит, вы готовы, вы не то что готовы, вы не просто хотите, у вас не просто намерение, вы практикуете, вы готовитесь перед тем, как войти в собственную боль. Понимаете? И тогда сопротивлений будет меньше, и тело может уже в этот момент, когда вы сидите перед телевизором, смотрите на страшные события, генерируете к себе благодарность, оно в этот момент уже может поднимать вашу боль. Оно может видеть, вот сейчас, да, вы готовы, у вас получается, и начнет поднимать вам вашу боль. Поэтому необходима постоянная обратная связь со своим телом. Не просто так, ой, мне страшно, ой, что-то у меня отвращение поднялось, ой, ненависть, пойду выпью молока. Куда? Вот в эти чувства нужно благодарность напитывать буквально. Не надо уходить пить молоко, нужно себя гладить и говорить, все хорошо, я с тобой, не нервничай, я понимаю, что происходит. Сейчас я буду и нежность, и благодарность, и в отвращение, и в ненависть, и в обиду, и во всю эту боль направлять. Для чего мы это делаем? Боль — это комок без одного пазла. Это как шарик без одного кусочка. Когда мы напитываем благодарностью за то, что этот шарик есть, за то, что эта боль существует в нас, мы ее не понимаем. Мы не понимаем, как с ней можно жить, как ее можно принять, как можно вообще принять и понять то, что со мной произошло, например, вот там, в 10 лет. Как это можно, я не знаю. Это невыносимо, с этим невозможно мириться, ну и разные такие моменты. И это шарик без одного кусочка. Когда мы напитываем нежностью и благодарностью просто за то, что этот шарик просто есть, за то, что эта боль существует, да, она есть, вы признаете, вы хотя бы признаете, что она существует, а типа того у меня все хорошо, и живем дальше. И когда вы напитываете этот шарик, этот кусочек восстанавливается сам. Потому что любая система, она способна к саморегуляции, к саморегенерации, так же само, как тело, так и психика, и нервная система, и все остальные структуры. И когда вы напитываете благодарностью за то, что вот это что-то, что вам причиняет боль, страдания, дискомфорт, просто существует, и если эта благодарность искренная, тогда шарик восстанавливается, этот потерянный кусочек восстанавливается сам, но при этом у вас рождается понимание, какого кусочка не хватало. И это понимание рождается напрямую из тела. Это не так, что вы потом просто, я это мозгом понимаю, а в теле не работает. Здесь фишка в чем крутая? Оно из тела рождается, и вам до мозгов доходит. То есть к мозгам уже в последнюю очередь приходит такой, «Ах, точно, боже, ё-моё, как же я столько лет жила!» То есть мне нравится эта техника тем, что когда я генерирую благодарность за то, что это просто есть, когда я генерирую огромнейшую нежность, я о ней потом, сейчас попозже расскажу, то оно всё балансируется, выстраивается само. И при этом оно не так, что вот оно само выстроилось, а я нифига не понимаю. Мне нравится это тем, что оно выстраивается, и в этот момент я с уровня чувств понимаю, чего, что я упускала. И оно автоматом, действия изменяются, слова изменяются, часть жизни полностью меняется. Вот этим мне нравится генерирование благодарности и нежности, потому что оно работает прямо из тела и изнутри. Не нужно долбать себя, я в мозгу понимаю, я прочитал, я уже концентрируюсь и медитирую на эту фразу уже два месяца, ничего в теле не происходит. Что такое? Да. Тема, вопрос. Есть ещё слепые пятна. Боль есть, это хорошо, мы её увидели. А ещё сознание, точнее ум, наверное, работает так, что он прячет, чтобы мы не мучились больше. Вот смораживаем это можно? Оно прячет, потому что, чтобы ты боль не увидел. Это не в смысле, я уже увидел всю боль. Да, она прячет, видимо, она существует. То есть вот та дверь, которая закрылась, это осталось леком пятно, правильно? Как её увидеть, если она слепая? А это закончится? Сейчас, подожди, мы закончим с этим? Да. Окей, если ты сможешь, потом ещё раз напомню, если я уеду в другую сторону. Сейчас. А прикольно, здесь разве нету вентиляции? А, вентиляция чуть-чуть. И вот я решаюсь, я решаюсь, я практикую перед телевизором страшные вещи смотрю, генерирую к себе благодарность, глажу себя, говорю, «Всё хорошо, я с тобой, чувствую благодарность за то, что тело есть». Очень важный момент. Когда вы испытываете благодарность к своему телу за то, что оно просто есть, вообще к любой вещи, снаружи, внутри, к чему-либо, когда вы испытываете по-настоящему глубинную благодарность, тебе не сквозит? По-настоящему глубинную благодарность, Тогда внутри рождается умиротворение То есть если вы генерируете благодарность А у вас все еще бухтение в голове Я благодарю вселенную, я благодарю свое тело Я благодарю это странное чувство, которое меня пугает Это бухтение уходит, как только вы на самом деле испытываете благодарность Как только это бухтение перемещается на уровень чувств Тут резко другое качество восприятия своего тела Во-первых, бухтение уходит И вы резко начинаете чувствовать эту благодарность То есть вы начинаете бухтеть чувствами В голове это уходит, начинается на уровне тела И вы бухтите чувствами дальше Слов уже нет в голове И эта благодарность, она еще больше, она еще глубже И автоматом начинает рождаться в теле умиротворение Вот то самое умиротворение, которое есть при целостности Чем глубже вы испытываете такую благодарность, тем сильнее умиротворение Тем оно распространяется, напитывает все Как при целостности Когда целостность, это умиротворение, это базовая платформа То есть оно, умиротворение, пропитывает абсолютно все ваше существо Потому что это нормальное, естественное состояние умиротворения Вам кричат маты в лицо И кирпич сзади Так вот, это очень важный показатель проверять А что же я такое генерирую, что вроде как бы я благодарю-благодарю А оно не работает В том смысле, что если вы благодарите, бухтение уходит И наступает очень сильное состояние умиротворения Телесное состояние умиротворения При котором вот этот вот страх Представляете, огромнейшее То есть здесь страх, нервы, паника, напряжение Вы генерируете благодарность И умиротворение Вот вы генерируете здесь благодарность Здесь у нас страх, перенапряжение Вот там внутри вообще боль И вот вы генерируете благодарность, она начинает углубляться и стекает умиротворением вот в это напряжение. Представляете, что оно как мед стекает внутрь и начинает пропитывать, умиротворение начинает пропитывать. Как только оно начинает пропитывать это напряжение, боль и страх, в этот момент уже начинает рождаться понимание. постепенно начинают то здесь, то здесь, то здесь. Вы начинаете резко, ясно видеть и ясно понимать, и даже чувствовать, что очень важно. Особенно важно, что вы при этом понимание и осознавание в первую очередь начинаете чувствовать, что же на самом деле в этом страхе есть, чего же на самом деле боится мое тело. И постепенно, и вот здесь вы можете прекратить, потому что здесь рождаются некоторые осознавания и понимания, и вам кажется, ой, кажется, я все понял, все нормально. Нет, нужно дойти до боли. Вот когда вы дойдете до боли и полностью наполните боль этим самым умиротворением, тогда родится настоящее понимание. И вы идете дальше. Вот я сажусь, клажу себя, просто уже сконцентрировалась, генерирую эту благодарность, благодарность, ухожу глубже, рождается умиротворение. И тут тело показывает мне какую-то ситуацию, например, вот тебя топили, да? Ну, в смысле, по ситуации. Вот. Я резко вспоминаю эту ситуацию, когда там мне, блин, два годика, я реально ничего не помню. И тут я телесно начинаю паниковать, то есть автоматом будет именно пик этой паники. Это нормально. Это не так, что вы генерируете умиротворение. И все время умиротворение, и боль я не заметила, и появилось понимание. Здесь факт в том, что это понимание происходит за счет того, что вы проходите внутрь всех этих напряжений и внутрь боли. Но она вас не убивает, вы от нее не бежите, как бешеная собака, вам не страшно. Потому что вы находитесь уже в очень глубоком состоянии умиротворения и благодарности. Ну, и, естественно, плюс нежности еще. Потому что вот без нежности очень сложно. Потому что вы все время с нежностью гладите свое тело. И вот я прохожу внутрь, и я начинаю резко задыхаться, испытывать там панику сильную, как будто я в воде. Меня топят? Нет, меня не топят. Что-то происходит. И потом, ну, то есть уронили и подняли, да? И эти все ощущения заново переживаются в теле. И все время в состоянии этих ощущений вы себя гладите с нежностью, еще больше умиротворения, то есть еще больше благодарности. И мы все время держим в голове, что мы подписали контракт с предназначением, с навыками. Эта ситуация нужна нам была, чтобы у нас появился неопределенный, определенный какой-то навык. Чтобы эта ситуация не страх в нас вселяла, не боль рождалась в этой ситуации, а кое-что другое. Благодарность, легкость, радость. Я обычно делаю такие уравнения. У нас есть ситуация плюс боль равно жопа. Ну и в каждую штуку вы подставляете свои значения. То есть, например, топили, паника и страх, равно боюсь купаться, не могу построить семейную жизнь, ну или еще что-нибудь в этом роде, депрессии. Опять же, паника, страх, боль, раздражение, недовольство, что со мной происходит. И тогда, чтобы решить это уравнение, вам просто нужно написать ситуацию плюс, в скобках, навык, равно благодарность, легкость и радость. То есть, какого навыка, если поставить этот навык, если когда вы мозгами реально логически доходите до того, какой же навык должен быть здесь, а чтобы до него логически дойти, вам необходимо все время общаться со своим телом. Потому что вы как бы представляете, снова и снова эту ситуацию вас топят, вам страшно. Какой же должен быть навык? Какое должно быть понимание, чтобы было не страшно? То есть, вы уже взаимосвязываете тело, психику, свое сознание, вы все это взаимосвязываете, пока решаете это уравнение. И когда вы приходите к навыку, у вас при той ситуации автоматом рождается благодарность, легкость и радость. Это то, чем мне нравится нейронная алхимия, тем, что можно через слова, через просто логические структуры приходить к телесному опыту. Потому что пока мы думаем, мы представляем ситуацию, мы ее проживаем, и мы подкладываем разные навыки. И ищем, где же родится благодарность, радость и легкость. И когда она рождается, оно становится на место, потерянный кусочек, и вы функционируете полностью уже с этого понимания. Вот мы когда с Маратом работали, да, ты говорила, что оно встраивается, и буквально на второй день ты уже можешь это использовать, да? Так, ну мы продолжаем. И вот оно пропитывает, я испытываю панику офигительную, проживаю заново, что вот я практически утонула, все время держу в голове, что мне нужно понять, какой навык. Записываю, например, это уравнение и начинаю думать, какой навык. Но можно думать потом, можно подумать сейчас, а можно просто дальше идти внутрь, потому что там дальше боль. За этим страхом всегда идет очень сильная боль. Именно поэтому идет страх и агрессия. Типа не подходи внутрь, если ты не готов. И нужно прожить страх, потому что это была реакция на ситуацию. То есть вместо страха должна быть другая реакция. Но я сейчас не говорю, какая, потому что обычно, ну это ответ у каждого сам должен прийти. Но он обычно одинаковый. И вот я дальше генерирую нежность, благодарность. Я понимаю, окей, это была паника. Да почему же я от этого, почему я все еще боюсь смерти? Ну вот, то есть я спрашиваю себя, почему, почему, почему я боюсь смерти? Ну вот ничего же, ну даже если я умру, я, блин, представляю там 200 раз, что я умру. Вот, я представляю, беру тело и говорю, давай представим, что вот мы умираем в тот момент. Вот, довести это до абсурда. Один из важных моментов, когда очень-очень сильно страшно, и вы не знаете, что делать, эту ситуацию можно довести до абсурда. Я так работала, у меня такая штука была, когда папа меня критиковал или просто мне что-то говорил, у меня рождалась такая агрессия и чувство себя, ненужности, как бы вот нафига я это все делаю. Я очень долго это с этим копалась и туда, и туда, и туда, и туда. А потом Лес ходил на НЛП, он рассказал про практику эмоциональное выдувание. Я называю это театр абсурда. Я взяла и начала доводить это не в голове, а вот именно на уровне тела, то есть чувствовать, как будто папа заходит, орет на меня с матюками, бьет там головой об стенку. Ты что, написала стихи? Тебе что, мало? Оно пошло на завод. И вот это все на уровне чувств, эмоционально. Самая главная фишка, вы делаете это эмоционально. Тогда это доводит ваш страх смерти, просто вот раздувает, как шарик, и шарик лопается. И становится смешно. Вот в момент, когда становится смешно, значит пазл встал на место. То есть я представляла, что он там и так, а бывает не работает. Ты представляешь, представляешь, и все не работает. Нужно представлять то, что вызывает у вас самый больший страх. Самый-самый больший страх. То есть я представила, что папа там бьет меня капитально, выходяет на улицу, убирает все мои вещи, ты мне больше не нужна. И все это на уровне чувств, на уровне чувств до тех пор, пока в какой-то момент у меня не начало переть от смеха. Но вначале выходит ярость, ярость и ненависть. То есть когда вы делаете этот абсурд, у вас есть страх смерти. Например, меня утопили. Дуй, утопили. Уронили в воду, подняли. Все классно, отлично, все классно. А у меня шок. И вот я представляю, что меня раз роняют, подняли. Мало. Еще раз. Как-то мало. Может на подольше. Точно, давай на подольше. И доводите это внутри до состояния. То есть сначала идет, может подняться нормально, обычно поднимается такая агрессия. Они что, дебилы полные? Они что, идиоты? Агрессия и ненависть – это нормально. И желательно эту технику, вот эту практику делать где-нибудь, либо с другом, который вас понимает, либо самому. То есть эту агрессию необходимо выразить. Либо вы кричите, либо бьете подушку. Но если вы ее не выразите, шарик не лопнет. Можете написать какие-нибудь там страшные стихи с матами. У кого как это выражается? То есть я просто сидела такой… С матюками, с криками в комнате такая именно выражала эту агрессию. И дальше представляю, там, ну как-то 2 минуты это мало для ребенка. Да, на 5 минут? Давай на 5 минут. А можно еще замотаем и кирпичик привесим? Да, пожалуйста, точно. И можно забыть. Пошли кофейку попьем, пошли кофейку попьем. И в какой-то момент, когда это чувство несправедливости, это агрессии выходит изнутри вас, вот здесь у вас рождается понимание. Вот на этом моменте агрессия, несправедливость. И здесь вот в этом моменте рождается понимание, которое приводит к охренительному смеху. Все, с этого момента, как только вы представляете, что вы заходите в воду, вам уже смешно. Вы приходите на море, и вас начинает пиреть от смеха. То есть первые пару раз будет смешно. То есть оно стало, оно сработало, и благодаря абсурду оно снимает все перенапряжения. Потому что все остальные перенапряжения в теле, которые были от этой боли, оно не там распространяется на эти сферы жизни, на эти сферы жизни. И когда вы с этим ядром работаете, то необходимо там день-два, вы сталкиваетесь с этими ситуациями, там, где было страшно, становится смешно. Люди вас не понимают. До этого вы были такие напряженные, злые в этой ситуации. А тут вас впрет от смеха. И вот я представила, все классно, выразила агрессию, такая понимаю, а, так блин же, Вселенная-то существует. Ну так это... И вот тут я сажусь за уравнение, а так какого-то навыка у меня нету, что... То есть мне уже не панически страшно, меня уже попустило от агрессии, и мне уже ржащено каждый раз, когда представляешь, меня бросают и поднимают, бросают и поднимают в ванную, там, чачика побьем, а еще кофе, а еще пиццу, пошли пиццу съедим. И тут я начинаю думать, окей, какого навыка не хватает? Потому что уже нормально, уже нету паники, но все еще нету легкости, радости и умиротворения внутри. Если этого еще нету, значит, не дошли до конца. И записываю там, это, 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 какого же навыка не хватает? Так, вот меня бросают в ванную. Дальше уже идет реальная игра, ну, куда-то ушел. Нет, ну сиди. Дальше уже идет реальная игра и театр, потому что вы сидите и представляете, меня бросают, то есть вы как будто вселенной становитесь. Так, его бросают в ванную. Или как вы, только без тела, до воплощения. Как же я это решу? Вот меня бросают в ванную. Так, ну я пугаюсь, понятно, потом я еще долго туплю, 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 много жоп, потом я, о, тут я понимаю, возвращаюсь. Так, что же мне нужно понять? Это реально идет игра с самим собой. Вы начинаете как будто ролевую, ролевой театр делать. Потому что вам реально нужно понять. Как в школе, знаете, первый, второй, пятый класс обучают через игры. Тогда очень хорошо все запоминается и понимается. И вот думаете, что же за навык, что же за навык? Как это, в какое понимание мне должно быть, чтобы меня бросили в ванную? Я такой, ой, классно, спасибо. Ну реально, оно как абсурдно думается. Как я могу радоваться такой ситуации-то? В общем, когда вы решаете, находите этот навык один. А? Какой навык? А я же не даю ответов. Вам нужно взять свою ситуацию и довести до этого, чтобы посмотреть. А там, вы когда чувствуете это, да, бросают в воду, поднимают. Ну и вообще-то я уже сказала примерно, какой навык я начала описывать, что вообще-то существует Вселенная. То есть, когда меня ставило при абсурде, я такая, блин, есть же Вселенная, офигеть. Это происходит потому, что... Доверие. Да, доверие. То есть, не хватает навыка доверия Вселенной. Ну это обычно общий навык. Но вот к нему нужно прийти самому через всю эту боль. Ну то есть, погружение в боль и решение уравнения. Когда к вам приходит... Я не говорю вам. Но там все равно, вы заходите в свою боль и когда решаете уравнение, то просто доверие Вселенной вписал, но его-то внутри нет. Оно должно рождаться изнутри человека, вот к той именно ситуации. Что же я должен понять? Что папа и мама не просто так от фонаря меня бросили в ванную. Ммм, а нафига? Ммм, они еще чувством вины мучаются уже 20 лет. Ммм, так не так все просто. Так это не от фонаря так со мной поступают, да? Для чего уж тогда? То есть, вы начинаете думать и вы приходите постепенно к этому решению. И когда вы понимаете, какой навык, вы автоматом начинаете его использовать. Когда вы реально его понимаете изнутри, а не просто там доверие вписал, не работает. Наташа, не работает твоя техника. Так, какой еще момент? Ну вот это вот все нужно на опыте своем познавать, то есть сделать это. Я в общем примерные моменты говорю. То есть, вы генерируете благодарность. После этого обычно выходит слой агрессии. Она бывает либо кому-то снаружи, либо к себе. То есть, либо у вас ненависть к кому-то, несправедливость, либо чувство отвращения к себе, чувство вины, чувство стыда. И вот в эти состояния необходимо направлять эту благодарность и нежность побольше и держать в голове понимание, что вы не просто насыщаете эти состояния благодарностью и нежностью, а вы хотите реально понять, чего там за боль внутри. Чего я еще не понимаю? Что мне еще нужно прожить, чтобы это выровнялось? Чтобы это умиротворение, которое рождается при благодарности, уже все наконец-то заполнило. Я посижу годика два в самадхе, а потом наконец-то буду нормально жить. Нежность, да. А была тема? Слепое пятно. Слепое пятно. Нежность, слепое пятно. Нежность, слепое пятно. Но слепое пятно легче, оно быстро сейчас. А потом нежность и перерыв точно. Слепое пятно. Ну вот когда у нас очень сильная боль, и у нас даже близко не рождается понимание, которое бы облегчило эту боль внутри. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, нам очень больно, мы ее избегаем. Можно заметить по своей жизни, если посмотреть назад, то мы обычно избегаем каких-то ситуаций в жизни, хоть вот так вот, вот так вот, но избегаем, чтобы только не задевать эту очень сильную боль. И чтобы избегать таких моментов, мы ставим себе запреты. То есть из-за того, что у нас отсутствует реальное понимание, благодаря которому боли нету, я могу здесь ходить, да, мне не больно, все нормально. Вот я здесь хожу, мне не больно, потому что у меня есть понимание. Когда у меня нету того кусочка понимания, я только сюда. Не ходи туда, не делай этого, не разговаривай так, не делай вот это, даже не думай об этом. Ой, прошла. То есть мы строим запреты, чтобы только не подходить туда, потому что у нас нету понимания. Каким образом, еще не имея понимания, оградить себя от боли? Запретами, даже не думай, не груби маме. Господи, не ходи в церковь с непокрытой головой, мама будет ругать. А ты не груби маме, когда она тебя будет ругать. И вот очень много-много-много запретов, чтобы только к этому ядру не приближаться. Так же само в жизни. Есть ситуации, которые... Лучше не надо, Вселенная, пожалуйста. Ну не надо. Уже так капитально обойти. Ну Вселенная, ну ты же меня слышишь, да? Ага, она слышит. Именно поэтому тот туда тебя и заведет. Если ты счастье хочешь чувствовать в жизни. И вот запреты. То есть можно выписать очень просто. Я в статье писала пошагово. Все, что нельзя делать другим людям. Другим людям нельзя мне матюками отвечать на мою нежность. Другим людям нельзя со мной обращаться, неуважительно. Другим людям что там еще? Нельзя не пропускать меня в туалет без очереди. В смысле они должны. Вот этот запрет нельзя. С другой стороны, нужно еще смотреть слово должны. То есть они должны пропускать меня в туалет без очереди, потому что я Наталья Северская. То есть они не имеют права не сделать так. То есть запрет на других людей стоит. Вот эти запреты на других людей и на себя. Что должны другие люди и что должны вы. Все фразы со словом должны вы просто переворачиваете на слово нельзя. А потом смотрим. Эти все запреты вообще-то какую-то сферу вашу ограничивают. Чтобы вы туда даже не совались. То есть люди должны это все делать, чтобы вы не испытали вот этого состояния, вот этого чувства. Они все это обязаны делать, чтобы с вами все было хорошо. Поэтому должно и нельзя другим людям и себе. Например, не знаю там, в чем нельзя. Нельзя быть неискренним. Да. О, точно. Нельзя быть, вообще гениальные такие запреты. Нельзя быть неискренним. Все, вы уже неискренни. Просто вы этого не осознаете, не видите. И, ну, нельзя. Я хороший, нельзя быть неискренним. Нужно говорить. И другие. Особенно там сразу это проявляется в том, что если мне нельзя быть неискренним, тогда другие должны быть искренними. Они обязаны. Это сразу. Потому что что делать? Бесит, когда другой человек неискренний. Просто. Да. И поэтому раздражение, состояние, когда вас бесит, когда вы говорите, да как этот человек так может поступать? Он что вообще с катушек слетел? Это же, это же, у нас же 21 век, у нас же духовная культура. Что это такое? Вот с такими моментами это сразу внутрь себя и ищем запрет. Потому что, какие самые прикольные были. Нельзя быть неискренним. Нельзя закрываться от других людей. Это просто великолепно. Нельзя закрываться от других людей. Все открытые эмоциональные просто бесят. Если они бесят, если они должны быть более тихими, ну как-то побольше умиротворения, поменьше всех этих руками, мимикой. То есть, им нельзя быть каким? Им нельзя быть открытыми, эмоциональными, искренними. Смотрим внутрь себя. Мне нельзя быть открытым. Девушки, мне нельзя быть открытым, нельзя быть эмоциональным, нельзя быть искренним. Поэтому, когда такой клоун ходит передо мной, мне хочется его прибить. Или хотя бы сказать ему, ты понимаешь, насколько меня это раздражает? Поэтому слепая зона, она образуется там, где вы очень, очень далеки от понимания себя. Очень настолько, что если вы пройдете сюда, то личностные структуры, эти нейронные цепочки, просто дадут трещину, и кусочки будут выпадать. Ну, это когда бывает уже у людей, они проходят в эти слепые пятна, либо специально, когда вот работают, наплывом туда идут, без благодарности, без понимания себя, без нежности. И потом оно трескается внутри, то есть такая боль, и человек что делает? Во-первых, он теряет смысл жить, он теряет мотивацию жить. Потому что ломается сама самая главная цепочка, то есть вот я есть, я хочу жить, я хочу творить. А когда очень сильная боль, эта цепочка дает трещину, и начинается первое, я не знаю, для чего жить, я не знаю вообще, для чего в этом мире хочется жить. Это когда эта цепочка начинает давать трещину, когда уже проживается боль, а понимания нету. И эта боль проживается практически каждый день, а понимания нету. И когда еще дальше копаем внутрь, без благодарности, без понимания, без нежности, тогда эта цепочка реально ломается, уходит желание жить вообще, творить, я вообще молчу за это. Потому что творчество рождается из красочности чувств. Или боли. Да, есть творчество из боли. Да, мне так больно, что единственный способ выжить, вот у меня так было, мне было так больно, что единственный способ был выжить, это писать картины, писать стихи. И я просто у себя на этаже шпаклевала стены и рисовала с утра до вечера. Потому что боль была такая нестерпимая, если я не буду этого делать, я просто помру изнутри, сломаюсь окончательно. Наушники в уши и рисую. Три месяца обрисовываю все стены. Следующий год зашпаклевала и дальше так много боли внутри меня. То есть разное творчество. Если вы творите для того, чтобы не умереть от внутреннего напряжения, не умереть от той боли, тоски, грусти, дыры, которая внутри, то это просто временное спасение, но оно работает. Потому что творчество, оно превращает, трансмутирует вашу боль в то, что вы создаете. Но не об этом же, да? А о том, что эта цепочка ломается окончательно, когда вы идете в слепое пятно, не желая потом и благодарить, и нежность чувствовать, и понимать эту свою боль, этот навык, и что есть доверие Вселенной, и есть ваше тело, и оно живое, и Вселенная живая. И это все не просто так, потому что Вселенная буханула на героинчике и думает, а, вот этого! Не поэтому. Когда вы этого не понимаете, когда вы просто лезете в слепое пятно, потому что, ну, это же слепое пятно, я хочу увидеть свое говно, а что плохого? Я хочу увидеть свое говно, это нормальное желание, естественно, отлично, да? И тогда эта цепочка «Я есть, я хочу жить, я хочу творить, я живу, я творю, я есть, я живу, я творю» она окончательно ломается. Если до этого я не понимала, как можно жить в этом мире и хотеть в нем жить, то теперь я после этого вообще не хочу жить, просто не то, что не вижу смысла, я его не ищу, я просто больше не чувствую ничего. Потеря мотивации, потеря смысла жизни, эмоции стухают, остается одна боль, слепые пятна уходят, а остается одна боль. И потом не знаешь, как жить, потому что боль съедает тебя изнутри. Либо, если ты творческий человек, до этого был, то эта боль в себя начинает выливаться в творчестве, до тех пор, пока ты не начинаешь в своем же творчестве что-то понимать. Пока ты рисуешь, там, пишешь, стихи, да, особенно помогают, стихи пишешь, и ты хотя бы читаешь то, что ты пишешь, и хоть немножко ты въезжаешь, что с тобой происходит. Так же самое и с картинами. Нарисовал, посмотрел, нифига себе, как мне оказывается фигово. Поэтому слепые пятна обнаружить вообще очень-очень легко. Это раздражение снаружи, все, что бесит, все, что раздражает, все, чем мы недовольны снаружи, любая претензия, это наше слепое пятно. В чем еще прикол, в том, что мы смотрим тот механизм, который нас раздражает. Этот человек все время увиливает, он не может сказать прямо, меня это раздражает. Поворачиваемся к себе и смотрим, где мы увиливаем, где мы вот так вот говорим. Нас же это не раздражает, мы-то себя сохраняем, собственную безопасность, все нормально, это раздражает. Только когда мы в зеркале это видим, мне нельзя быть таким. Эй, ты чего такой? Мне таким быть нельзя. Вот. А вот реально же зеркало, и ты себе говоришь, тебе таким быть нельзя, мне таким быть нельзя. Я хочу быть хорошим, хочу быть искренним. А когда мы поворачиваемся сюда и начинаем внутрь себя искать, мы смотрим, но уже зеркала нет, ничего не раздражает. То есть, вернее, когда мы поворачиваемся внутрь себя, там все нормально, мы говорим, да нету такого, я не увиливаю, все нормально, все хорошо. Поверьте мне, сделайте себе 50 пунктов, пока их не заполните, не останавливайтесь. День понадобится, два понадобятся, но когда вы заполните 50 пунктов, вы увидите, что каждый ваш день наполнен этим механизмом сполна. Это уже не один пример реальной работы с людьми, когда, вот с папой так было, там, заполни, вот 50 пунктов, какие 50 пунктов? Тут с трудом 17 набралось. Я говорю, ну, папочка, ну, пожалуйста, набрал 17, можешь еще? Через там 4 часа 32 пункта. Я говорю, о, видишь, можешь тогда до 50. там вечером или на следующий день я прихожу на кухню, он говорит, я уже дальше пишу, я вижу это везде. То есть, когда вы уже 50 пунктов перейдете до 50, написали 50, если вы до сих пор не видите что-то везде, пишите дальше. Потому что слепое пятно, это очень глубинная боль, а значит, она проявляется везде, только мы ее не видим, потому что, если мы ее увидим, мы без понимания. Если мы ее увидим, девушки, если мы эту боль увидим, мы сломаемся, мы больше не захотим жить, нас заполнит эта боль. Поэтому слепое пятно, это обычно самая глубокая боль, и она проявляется практически каждый день в нашей жизни. Но если мы ее увидим без понимания, мы прекратим хотеть жить. Поэтому слепое пятно, такой сильный предохранитель, что когда мы поворачиваемся внутрь себя, мы все еще не видим, где мы это делаем. Так, это про слепое пятно. Исчерпывающее? Туда нет. Да, сейчас я буду про нежность еще говорить. Туда обязательный момент благодарности и понимания все, что мы делали с Маратом, когда он... Да. Слепое пятно вопрос еще много. А если вот во внешнем как бы уже нет этого... То есть боль остается, а во внешнем... То есть, да, было много вещей, которые раздражали там... И там... И матюки, и люди там, которые там... Скажем... Ну, разные люди, очень много... Если в этом моменте что-то причиняет боль, то на этот момент ты смотришь. Вот смотри, все это уже как бы... Я проработал, скажем так, оно уже не причиняет боль. То есть я могу спокойно смотреть на таких людей, то есть там... Там пьяный, да... Тогда в чем проблема? У меня есть патоголи, там, да, у меня... Вот. В чем сам вопрос? А в том, что боль осталась. То есть я просто не вижу... Ты говоришь, ты только что сказал, что боли уже не чувствуешь. Я не чувствую боль, в реальной ситуации. То есть ты говоришь, как бы прожертвовала, а я не вижу, я не вижу реальной ситуации. У меня боль, она как будто бы дитв фоном таким. Фон, постоянный фон. В реальности все хорошо. Вот здесь ситуация такая, такая... Я помню, раньше мне этого жутко раздражало, а сейчас нормально все, все нормально. То есть эти ситуации, которые раньше раздражали, нет, не раздражают. Нет, нет, нет. Я смотрю, ситуации нет. А боль остается, она как будто как будто внутри... Ты ее чувствуешь? Эту боль, ты чувствуешь, которая внутри постоянно? Она... Она... Ваша боль, любое ваше чувство, оно как-то звучит. По этому моменту при работе с людьми я вычисляю, и этому человеку намного легче понять, с чем связана боль. Твоя боль как-то должна звучать. Когда ты ее чувствуешь, хочется сказать что-то, хочется какую-то фразу сформулировать. Просто тяжело, то есть это... Ты в эту боль погружаешься, когда ты ее достаточно сильно чувствуешь? Это слепое бедное, то есть я не могу погрузиться в то, что я не вижу. Как это? Ты же говоришь, что ты чувствуешь боль все время. Да, и как я... Ну, если ты все время ее чувствуешь, ты и сейчас ее чувствуешь? Ну, да, на фоне постоянно... Вот ты сейчас можешь ее почувствовать чуть-чуточку больше? То, что на фоне чувствуется, да? Нет, все дети вот... Это не получается. А если вот чувствуя ее, как хочется сказать, когда вот ты знаешь, что она у тебя есть на фоне все время? Что хочется сказать? Когда ты понимаешь, что эта боль у тебя есть все время фоном, уже ничего не раздражает, то что сказать хочется? Ну, вот то, что ты говорила, там, депрессия, ну, то есть, как бы, это не жаловарить, я не совсем понимаю, какими словами это можно выражать, просто это... То есть есть депрессия? Ну, да, то есть это именно фоновое ощущение, то есть вот, как бы... Что значит фоновое? Оно присутствует каждое мгновение твоей жизни? Фоновое. Ну, как сказать каждое? Я не могу сказать каждое, то есть... Естественно, там, бывает, там, ну, то есть облегчение, там, некоторые, ну, в общем, то есть в последнее время, оно, да, то есть, причем получается, так же, чем больше я прорабатываю моменты, которые вот в зеркале, то есть я вот видел, тем оно сильнее. То есть, казалось бы, должно становиться легче, да, вот наоборот, то есть... Смотря как ты прорабатываешь моменты в зеркале, потому что эти моменты... Момент не в том, проработка с зеркалом должна заканчиваться не тем, что перестает раздражать. Помните, я только что показывала вам, вы доходите до момента страха и паники, вы ее проживаете, она прекращается. Вот здесь ты уходишь в сторону, а тебе нужно дойти до боли, которая за этим раздражением была. Вот то, что раздражало, нужно было дойти до боли, чтобы понять. А? В подвал. Да, в подвал. Это самая большая банка. Вы резко чувствуете облегчение, и вы думаете, о, все классно, теперь уже нигде не раздражает, не бесит, не то. Только начинается потеря мотивации, депрессия, какое-то непонятное, странное состояние, и нет уже той радости, той веселости. Нужно идти до боли. Каждый раз, когда вы находите раздражение, недовольство, претензии, то нужно доходить до боли, а не останавливаться, когда раздражение прекращается. Сейчас, когда ты слышишь матюки, ты чувствуешь легкость и умиротворение при этом, или просто тебе все равно? Но сейчас мы можем проверить. Нет, это не, это не просто, потому что, когда ты, можно сказать, бросаешь вызов Вселенной, сразу начинаются все твои проблемы и очень хорошо возникли. Да. Ну, то есть это действительно помогает. Смотрите, если после проработки вы чувствуете радость, легкость, внутри такое легкое умиротворение, такое, ммм, прикольно, и при этом легкость и радость, и вы можете испытывать радость по своему желанию, нормально, тогда, значит, вы не закрыли, не задавили это внутрь, значит, нормально прорабатывать. То есть, вот, например, меня раздражают там пьяные чуваки, вообще, гайки. Я прорабатываю это, понимаю там, что я боюсь пьяных, потому что там дедушка за мной гонялся, я помню, там, в 6 лет, мне было очень страшно, там, я пряталась, это паника каждый раз, когда я вижу, а самый прикол это в том, что аура человека, нервная система, вернее, человека, который выпил, и который очень радостен, очень похожая, и когда мама приходит домой не выпившая, но очень счастливая, я говорю, ты что, бухала? И меня типает вот так вот. Да, реакция остается же. И вот, я могу проработать это по-разному, я понимаю, что там за мной гонялся дедушка, я там говорю, дедушка, спасибо тебе за то, что ты есть, за это чувство страха, паники, теперь я понимаю, как это проживается, тын-дын-дын-дын-дын, в общем, я работаю, 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 наконец-то паника перед пьяными уходит, но не появляется нежности к пьяным людям. Главный момент, что к тому, что вас раздражало, начинает проявляться нежность. Нежность, это очень-очень тонкая такая энергия, она реагирует очень быстро на всякие условия, то есть есть условия, и нежность уже не такая глубокая, или ее вообще просто нету. Поэтому к тому, что тебя раздражало, если ты не можешь испытывать искреннюю нежность, и видеть в этом красоту, значит, ты просто задавил это, оно просто ушло глубоко, к той самой боли, еще поглубже. Потому что, когда мы реально это прорабатываем, то, что нас пугало, то, что мы ненавидели, то, к чему мы испытывали отвращение, если мы реально прорабатываем, понимаем, этот кусочек становится на место, через нежность, благодарность, то снова входя в эту ситуацию, и в виде этого человека, как мне прикольно понравилось, как Антон Вилкин сказал, потом исчезает эта фраза, мне все равно на тебя. Ну, как-то примерно так это звучало. То есть, если у вас есть такое, а мне просто все равно, то есть я ничего не чувствую, к этому человеку. Вы говорите, как бы уже нету агрессивной реакции, уже не раздражает, уже не бесит, уже нету отвращения, нету ненависти. Просто мне все равно. Есть он, я принимаю его таким. Вот он просто такой есть, ну и хорошо. Я за него рад. И спасибо, что он такой есть. Если при этом всем, балагане, не рождается чувство нежности, и вы не видите красоту в этом человеке, значит, вы просто задавили это внутрь, причем очень капитально и качественно. и вы сделали ваше слепое пятно шире. Вот и все. И как вы доставали? Зеркало. Только что же не щепить. Ну нет, так зеркало не помогает. Только что говорили, как доставать? Благодарность. Ну понятно, только так. На моем опыте. Расстроено так. На моем опыте. Именно благодарность к тому, что это есть. То есть, понимаете, у вас рождаются разные чувства. У вас рождается сопротивление. У вас все, что рождается внутри вас, к этому нужно чувствовать благодарность за то, что оно есть. Бывает такое, пустота. Я ничего не чувствую. К чему генерировать благодарность, когда я ничего не чувствую? Пустоте. Нужно спросить. У меня там есть статья, первый уровень, кажется, про эмоции и чувства. Нужно спросить, а как это ничего не чувствую ощущается? С папой очень классно получилось. Он такой говорит, я не знаю, ну пустота, ну ничего. Тут до меня, я пошла в туалет, тут до меня доходит. Тут гениальное место, туалет, кто его придумал? Выхожу и говорю, папа, а как это ничего ощущается? И тут папа говорит, как такое это чувство? Я такая, ага, а сейчас ты что чувствуешь? Не знаю. Как это не знаю ощущается? Как вот это чувство? Я говорю, пап, сядь, и вот 20 минут просто спрашивай себя, что я сейчас чувствую? А сейчас? А сейчас? А сейчас? И можно было увидеть по записям, и он пишет, например, ничего. И под этим ничего обычно есть то, что стоит у него под запретом, а то, что стоит под очень сильным запретом, идет дважды пустота. И только потом он еще раз спрашивает, а как же это пустота? А это пустота, как ощущается? И только потом он доходит до этого чувства, а оно стоит у него под запретом. Это помогло папе больше чувствовать, ну, даже распознавать свои чувства. Поэтому нежность, нежность и красота, это показатель того, что да, вы проработали это. Потому что если вы смотрите на мир, и у вас не льется к этой части мира нежность, вы не видите в этой части мира красоту, тогда что-то где-то там до такой степени болит, что естественное состояние Вселенной не реализовывается. Красота, невыразимая красота, непостижимая нежность. Если этого нету, да. Вот по поводу красоты невыразимой, то есть есть ощущение, что она настолько невыразима, что даже страшно становится. Это не страх смерти. Да, я знаю, я уже сталкивалась с этим. Люди говорят, либо такое счастье, что оно такое, как будто я сейчас умру. У меня, знаете, один ключ. Благодарность и нежность. Мне люди разные вопросы пишут, я посылаю их на статьи, говорю, у меня только... А? У меня только один ключ. Благодарность и нежность. Вот описала. Это все, что я могу вам предложить. Больше ничего. Наташа, можно еще конкретный пример? Допустим, у меня есть этот момент такой, что в любимом человеке меня раздражает практически одна только вещь. Это то, что он употребляет алкоголь. Но мне тут понятно, что я сама себе запрет и понаставила сильные на это, и с детства. Тут все у меня есть. Вот. Если я начну с этим работать, 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 до нежности, он-то пить перестанет. Вот этот меркантильный интерес. Если я нагенерирую эту нежность, если я себя наконец-то пойму, отражение изменится наконец-то или нет? Если ты будешь работать с этим моментом, то пойдут разные эффекты. Поменяется твое отношение к этому. Он может не поменяться. То есть я могу с этим смириться? Нет. Вот мне нравится этот момент. Люди говорят, я с этим смиряюсь, я это принимаю. Я говорю, слушайте, а что это для вас значит? Что значит смиряться? Это ты руку поднимаешь? А, окей. А потому что вот так. Что значит смириться? Ну как это? Вот. Вот. Положиться на волю высшего. Я говорю, как это? Ну как мне положиться на эту волю высшего? Ну, я принимаю это. Это самое распространенное. Мне так нравится. Приезжаешь в разные города и на тренированные практики, эзотерики говорят одну прекрасную фразу. Я это принимаю. И, Марат, ты спрашивал, а что значит это я принимаю? Что это? Я принимаю. Ну как это? Вот оно так и есть. Вот оно вот так вот есть. и я принимаю таким, какое оно есть. Я говорю, а что ты при этом? А? Чисто внешне. Давление какое-то. Ну, естественно. И я спрашиваю, хорошо, а что ты чувствуешь, когда ты принимаешь? Ну как? Ничего. Это просто честь. Здравствуй, слепое пятно. Вот. И получается, принимать и понимать. Для меня есть большая разница. Смиряться и принимать это в этой стороне, и понимать это в другой стороне. То есть, когда я понимаю, автоматом все выстраивается, все балансируется, все гармонизируется, и все классно, и умиротворение, и нежность, и благодарность, и веселость, и радость, и торжество, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну и ярость. Не вычеркиваем, а когда я принимаю, то я запрещаю себе испытывать агрессивные чувства к тому, с чем я смиряюсь, и что я принимаю. Это же высшая воля. Оно же так как-то происходит. Я не понимаю. Вот я не понимаю, как это происходит. Поэтому я просто принимаю это таким, какое оно есть. Как ты к этому относишься? Никак. Это просто существует. Говорю, понятно. Окей. Записала. Здесь слепое пятно. Ага. В этот момент можно благодарность из-за этого начать. Даже без понимания. Да. Я хотела сказать, что в моем понимании принимаясь. Сначала увидеть ситуацию, допустим, да, раздражает муж пьет. Потом понять, что ты физически это не можешь изменить. Его не можешь выкрутить. То есть отпустить вот эти желания, что... Ну да, по-другому никак. Только заставить опынуть. То есть переставить хотеть вот это вот насильственным методом изменить. А дальше уже возникает благодарность, понимание. Ну, а дальше, наверное, все это сказали. Да, очень... Благодарность без понимания все равно. Да, не понимаешь, но благодарность. Да, и только тогда ты реально поймешь, для чего же это все так происходит. Потому что если я хочу... Ну, у меня так было с родителями. Первые четыре года я хотела их изменить и направить на путь истины. Не работает, я вам обещаю. Не работает. Но у меня не работает. Потому что я хотела, чтобы они перестали ссориться. Я хотела, чтобы мне стало хорошо. Понимаете? Когда вы делаете много практических вещей, духовных, только для того, чтобы вам стало хорошо за счет изменения других людей, тогда оно не будет срабатывать. Просто зеркало очень близко подойдет к вам. Резко. Да. Бам. Потому что если я хочу... Я же, по сути, хочу изменить другого человека. И я его не спрашиваю, хочет он этого или нет. Может, ему... Может быть, у него такая внутри боль. Понимаешь? Боль. Что он не в состоянии перестать это делать. Обычно так и есть. И тогда другой вариант. У вас есть возможность понять себя. То есть, как только ты понимаешь, что... Вернее, ты спрашиваешь себя, почему тебе так важно его изменить? Почему? Вот он есть. Ты бы хотела, чтобы тебя изменили как-то? Ты бы хотела, чтобы он к тебе подошел и говорит, Оля, хватит делать вот это. Меня это раздражает. Просто перестань. Я сейчас пойду поработаю, наблагодарю себя. Может, ты перестанешь это делать? Ты бы хотела так вот, чтобы к тебе относились. Например, ты занимаешься творчеством, да? А муж подходит и говорит, меня так бесит это. Я сейчас пойду, наблагодарю. Там у Наташи написано, можно благодарить, и тогда все поменяется. Я сейчас пойду, поблагодарю, и ты перестанешь наконец-то этим заниматься. Нет, но дело в том, что его же самого это не устраивает. То есть, он говорит, я хочу, хочу менять. Он же хочет. Ну, если он хочет, тогда он может это делать. Ну, вот у меня так было с родителями. Мне тоже говорят, мы хотим этого, мы хотим этого. Но, понимаете, обычно внутри такая боль, что боль намного сильнее, чем желание это сделать. И тогда у вас два выбора. Понять, наконец-то, почему вы хотите изменить этого человека, то есть, поработать с собой, да? Понять, почему хочешь его изменить, чего так сильно боишься. То есть, где вычеркиваешь вселенную из уравнений, да? И второй вариант, когда, вернее, следующий шаг, когда вы поняли, чего вы боитесь, когда вы поняли, где вы вычеркиваете вселенную из уравнения, тогда вы можете подойти и уже без агрессии, да, без раздражительности к этому человеку, когда вот раздражительность исчезает к нему пьяному, значит, ты реально поняла, почему ты хочешь его изменить. И тогда у вас есть возможность на самом деле помочь этому человеку не бросить пить, не бросить курить, не перестать есть мясо, а помочь ему понять его самого, если он этого хочет. Понимаете, здесь факт в том, что для моего благосостояния я сейчас пойму себя, потом приду к тебе и помогу тебе понять тебя. Но оно же даже в такие моменты выражается, понимаете. Я весь такой хороший, я и себя пойму, и тебе помогу себя понять, и тогда у меня в жизни все станет стабильно и безопасно. Оно очень сильно так выкручивается. Все только внутри вас находится, вот внутри вас. Если вам хочется кого-то изменить, и вы уже такие изощренные методы находите, чтобы его изменить, и типа все это очень-очень прекрасно, и даже я для себя плюс, и для тебя плюс, но ты же тоже хочешь. Здесь как с раненым зверем, ну для меня это ассоциация как с раненым озлобленным зверем, которого побили люди, да? Волк, например, это свободное животное, очень ценящее свободу. И вот если его избили люди, не раз, да, там порезали, он лежит, если ты к нему подойдешь, он тебе даже в этом полу едва живом состоянии, он тебя загрызет. И для меня вот с такими людьми общение, это как с приручением вот такого злого, большого, опасного, сраной внутри волка. Потому что здесь ты автоматом начинаешь чувствовать это пространство. Знаете, как в карате, в боевых искусствах вам телесно нужно чувствовать, как так ударить, чтобы это было за миллиметр до носа. Чтобы не попасть, чтобы попасть туда, куда надо. Вот так вот. И телесно в бою все время ощущаешь дистанцию. Где так ударишь, чтобы носок ноги пришелся по виску, а не чертизна куда. И здесь так же самое, когда ты понимаешь, что другой человек, у него внутри боль. И если он на тебя еще с агрессией бросается, для меня ты как животное, с болью, с агрессией, ты сразу автоматом очень чувствуешь дистанцию. Очень чувствуешь дистанцию. И что нужно, чтобы помочь такому зверю? Что нужно? Много внимания, нежности, аккуратности. Показывать, что тебе, что он может тебе доверять. Это самое сложное, построить мост доверия с таким человеком. Чтобы он увидел, что ты не хочешь его изменить для себя. А такое получается. То есть наши нервные системы всегда чувствуют друг друга. Если внутри у тебя хоть чуть-чуть будет желание изменить его, чтобы у вас все было с детьми и семьей хорошо, то он автоматом будет реагировать агрессивно. Поэтому наши нервные системы не обманешь. Тела у нас крутые. Это мы тупим постоянно. И вот это как с озлобленным, раненым животным, который очень ценит свободу. Ему легче загрызть тебя и умереть, чем помочь тебе ему помочь. Позволить, вернее, ему тебе помочь. И здесь вот очень важно иметь главный инструмент коммуникация. Коммуникация. Уметь транслировать. То есть у нас разный язык даже. Так с каждым человеком. У каждого из вас свой символизм со своим подсознанием, со своим телом. У вас своя жизнь и каждый из вас понимает слово «любовь» по-своему, слово «доброту» по-своему. Каждое слово вы понимаете по-своему. Коммуникация позволяет уметь выразить то, что вы хотите сказать на языке того, с кем вы разговариваете. Потому что достаточно абсурдно и глупо говорить с волком на своем языке. «Ты что, не понимаешь? Ну да, верься мне, я тебе помогу». Он загрызет просто, он будет рычать и кидаться. Так же самое с человеком, с любым другим человеком. Как только вы понимаете что-то другое, существо, со своим опытом, оно говорит на другом языке. Вы слушаете этот язык, запоминаете, что это, а что это, или просто спрашиваете, а что для тебя вот это, а что для тебя вот это, а вот это что для тебя, а что ты при этом чувствуешь? Такой глупый интерес, очень скучный. нужно же понять, на каком языке разговаривает этот животное, раненое, злобленное. И коммуникация позволяет вам, этот навык коммуникации, он, этот навык очень часто упускается в начале жизни, и поэтому рождается много боли, потому что я не сказала этому человеку прямо, что я не хочу, и потом понеслось. Я до сих пор не могу сказать прямо, и понеслось. Или я так хотела сказать, что я его люблю, но и понеслось. Поэтому сам навык коммуникации, он обычно очень упущен. Вы будете разбирать, если вы уже разбирали себя, то навык доверия Вселенной, навык понимать свое тело, навык коммуникации, говорить на чужом языке, то, что вы хотите сказать. Ты понимала руку? Эти навыки одни из базовых. Доверие Вселенной, понимание языка своего тела. У вашего тела есть язык, и точно так же, как и язык другого человека, мы учимся понимать, чтобы доносить. Понимаете, даже сложно до себя донести, что я там хочу сказать. Садишься и пытаешься бээ, мээ, я даже себе в зеркало не могу сказать и сформулировать четко, что я думаю, о чем вообще с другим человеком общаться. Если я себя не могу понять, он меня поймет, а бээ, мээ, что ты сказала? Бээ, мээ. Я не понимаю, ты в туалет хочешь? Мээ, жоу? И так и получается, что при отсутствии коммуникации все, что у нас остается, это догадываться и предполагать, что же говорит мой партнер. Наверное, он имеет в виду вот это. Ну что, впадлу подойти и спросить, что ты имеешь в виду? Это так сложно. Кто там шумит? А бывает, да, люди просто говорят, я не знаю, не хочу даже туда внутрь копать, чтобы сказать тебе, что я там чувствую. Давай просто, что тебе так нравится разговаривать? Давай просто там делать свои дела, смотреть телевизор, обниматься. Да, чаще всего так и бывает. И поэтому мы начинаем придавать себя так аккуратненько. Мы говорим, ну ладно, мне очень важно, чтобы этот человек был рядом со мной, пусть ему вообще-то все неинтересно, и он не хочет раскрываться, ему это по сути как бы не надо, видимо, но мне важно, чтобы он был рядом со мной, неважно в каком качестве, что мне не очень-то интересно здесь. Тогда получается, ты говоришь, хорошо, ладно, милый, ну окей, и все меньше и меньше вопросов вы начинаете задавать, все меньше и меньше и меньше интересоваться ним, а потом получается, люди расходятся, живут все время в одной семье, в одной квартире, даже ходят отдыхать вместе, а коммуникации нету. Ну доброе утро, доброе утро, и говорят на разные темы, и о работе, и о том, а о внутреннем мире нет. О внутреннем мире только, как у тебя дела, как ты себя сегодня чувствуешь, хорошо, хорошо, окей, окей. Поговорили о внутреннем мире. Давайте сделаем перерывы и будем про нервность и коммуникацию побольше, потому что очень широкая тема. У, точно, вот у вас сейчас через 10 минут будет обед. Так что до трех.